Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Сегодня 19 марта и я хочу вам показать всходы, которые я сеяла шприцем, мокрыми семенами. Вот так набирала и вот так вот сеяла. Хочу сказать, что по итогам всех-всех способов посева, посев мокрыми семенами, замоченными в стимуляторе роста, оказался самым дружным и самым быстрым. Я сеяла его всего лишь перед выходным, вот 15 марта, 16-го они сразу же проклюнулись, 17-го они уже взошли и вчера 18-го у них уже было по 2 листа. Для сравнения могу показать вам посев на пеленки от 11 марта. Сейчас посмотрю точно 11-го или нет. Да, вот эти семена на пеленку были посеяны 11-го марта. Вот видите они в каком состоянии. Они вот взошли, конечно, все дружно, но они еще намного меньше, чем вот эти. Ну правда вот этим семенам на пеленку я даю скидку на то, что я говорила, что я сорвала их с огорода и семена простояли там в семенных коробочках в сибирском регионе при минус 20 всю зиму. Однако же они не утратили свои всхожести, они всходят, но очень долго лежали на пеленке. Возможно, если бы их я замочила стимулятором, у них был бы такой же всход. Но факт есть факт, замоченные семена, посеянные мокрыми, дали самые дружные, самые быстрые всходы. Через 3 дня у них уже 2 листа и они уже в таком состоянии, который можно пикировать. Потому что я вам показывала, что пикировка может быть и в фазе 2 настоящих листьев. Вот с этого лотка я распикировала по кассетам. Вот они все прекрасно тут живут в кассетах. И поэтому мокрый способ могу порекомендовать. И мои вот эти рекомендации не голословные. Видите, какие хорошие всходы. Так что замачивать семена петунии можно и даже нужно. Если у вас семена старые, если вы не надеетесь, что они взойдут, или если они зиму простояли на улице, вы забыли их собрать, собрали весной, пожалуйста, замачивайте в стимуляторе и шприцем вместе с жидкостью по дорожкам вот так вот сейте. Их потом удобнее пикировать. У них есть вот эти междурядья. Можно просто... Сейчас покажу. Можно вот так вот брать их. Им по маленьким кусочкам вытаскивать. Тут есть где воткнуть ложечку. Вот это мокрые посевы наши. До свидания. С вами была Ольга Чайкова.